Итак, ребята, всем привет! Меня зовут Юлия Пушман, и, наконец-таки, я снимаю видео про свою машину, про то, как я сдавала до права, какие ситуации были у меня на дороге, почему у меня именно эта машина. В общем, всё вы узнаете в этом видео. Хочу начать я с такой маленькой истории моей любви к вождению, к машинам. Вообще, это всё зародилось очень-очень давно. Но мне было годика два, наверное. Мой дедушка уже сажал меня за руль. Конечно, я сама не рулила, но просто сидела у него там на коленках. Вы спросите, кто же научил меня водить? Вы думаете, автошкола, инструктор? Нет. Водить я умела задолго до того, как пошла сдавать на права. Как родилась. Как только родилась, точно. Спасибо, коллега. За кадром Слава, мой парень, который помогает мне снять это видео для вас, так что поставьте лайк за помощь ближнего. Водить меня учил и дедушка, и мама. И когда я не дотягивалась до педалей, я сидела у дедушки на коленках и крутила руль. И, наверное, мне ещё было не так страшно начинать водить, потому что я с детства была приучена к тому, что я сижу за рулём, всё в порядке. Это машина, я ей управляю сама. А потом, когда уже я начала дотягиваться до педалей, я сидела за рулём, дедушка сидела рядом. Либо также с мамой я каталась, мама сидела рядом. И наверняка все, кто смотрит меня очень давно, лет так с моих 16, то вы в курсе, что я уже в 16 лет гоняла на дедушкиной тачке по даче. Конечно, это противозаконно. Но да ладно, я никого не сбила, всё в порядке, мы просто катались по кругу дачи. Так что любовь к машине, к вождению у меня практически реально с самого детства. Я всегда мечтала скорее сесть за руль, получить права, официально ездить. И, конечно же, мечтала о своей машине, о своей собственной машине. И всегда представляла, какая же она будет. Мне даже снились страшные сны о том, что моя машина будет какой-то страшной, дурацкой. Типа, я не знаю, я всегда мечтала о том, чтобы у меня была красивая машина. Я не думала о том, чтобы она должна стоить каких-то там невероятных миллионов, миллиардов. То есть, если спросить у многих людей, они мечтают о каких-то супердорогих машинах, которые стоят, как квартира в Москве. У меня не было такого, я просто хотела, чтобы моя машина была красивая. Хотя моя машина не дешёвая. Но об этом попозже. У меня почему-то была дикая любовь к марке BMW. Наверное, потому что у моего папы было очень много BMW. Я всегда видела эту машину, и она мне казалась такой крутой, такой мощной. Я мечтала о BMW X6. Но потом мне много раз говорили, что для первой машины это не очень. И много всяких таких моментов, то, что они ломаются чаще и всё такое. От того, что у моего дедушки ещё часто была марка машины Toyota. Toyota Lexus это же японское производство, и они считаются очень хорошими, качественными машинами. Вначале я думала, что мне подойдёт машина Toyota RAV4, потому что она тоже кроссовер, как и моя. Я никогда не хотела машину седан. Мне никогда не было комфортно сидеть на седане, за седаном, не знаю. В моей семье много у кого были кроссоверы, джипы. Хотя я на разных машинах каталась, и у моей мамы, помню, был седан, по-моему, Nissan. На ней я тоже ездила. Но всё равно как-то на кроссовере, на джипе я себя чувствую комфортней. Потому что высоко сижу, далеко гляжу, и всё такое. К вопросу о том, почему именно Lexus, именно эта модель машины, она очень похожа на Toyota RAV4, только круче внешне, выглядит лучше. Ну и это Lexus, хотя Lexus, Toyota, мне кажется, одинаково круто, но всё-таки, наверное, Lexus, это ещё круче. Короче, всё-таки дело в понтах есть. Не могу сказать, что я, типа, люблю там понтоваться и что-то такое. Наверное, не люблю прям сильно понтоваться, но если есть возможность попонтоваться, почему нет? Поэтому в какой-то момент я хотела себе Porsche Cayenne, потом, блин, там, опять же-таки, BMW X6 и ещё что-то. Наверное, больше даже из-за понтов, потому что моя машина, может быть, и не такая понтовая, как вот эти, которых я назвала сейчас. Но она очень хорошая. Она меня всегда выручает, у меня никогда с ней нет проблем, она идеальная. И как машина, вот, первая машина, она просто замечательная. Потому что благодаря своей навороченной классной машине реально у меня не было каких-то жёстких проблем на дороге. У меня тут есть классные камеры, которые снимают машину сверху. Парковка для меня это вообще максимально легко, я это делаю просто за мгновение. Сначала я переживала, что это, наоборот, будет плохо, то, что я с помощью камер всегда паркуюсь. Но на самом деле с опытом ты уже можешь потом даже не ориентироваться на эти камеры, ты можешь уже и по зеркалам парковаться. Хотя, конечно, это займёт у меня больше времени, чем припарковаться по камере. Не было такого, что мы пришли в салон и купили машину. Мы её заказывали, причём заказывали чуть ли там не за год. И всё это делалось для того, чтобы она была такой, как я хочу, с такими вставками, как я хочу. Потому что салон тоже можно было выбрать любого цвета. Ну, там не совсем любого, понятно, чёрный, белый, бежевый, ещё какой-то. Но мне хотелось, чтобы салон был светлый, но не белый. Я хотела бежевый салон, мне почему-то казалось, что это круто. Ну, и сейчас кажется, что это круто. Мне бежевый салон как-то больше, наверное, нравится, чем чёрный. Хотя, фиг его знает, чёрный тоже классный. Мне задали вопрос, были ли аварии у меня вообще когда-нибудь в жизни. Кто не в курсе, за рулём я уже года три, наверное. И, ну, не наверное, даже, получается, больше трёх лет. У меня была одна авария, хотя, ну, так называемая авария. Это было на моём первом году, как я сидела за рулём и водила. У нас во дворе стоят бетонные ограждения, которые не дают машинам закрывать вход в двор, где играют дети, где там детские площадки и всё такое. То есть, получается, там парковочные места и стоят две такие бетонные фигни. В общем-то, я стояла на одном из этих парковочных мест, говорила с дедушкой по телефону, между прочим, и такая думаю, ну, ладно, я поехала. Мне нужно было выезжать прямо, а я поехала практически сразу направо. И я, короче, получается, эту бетонную фигню подвинула. Но суть в том, что её даже не видно было в зеркала, потому что она настолько низко стоит, и я просто забыла, что она там стоит. И это была моя грубейшая ошибка. Но всё быстро починили, там, получается, царапина была. Так что не проблема. Также не так давно была ситуация, когда мы со Славой ехали. Это было вообще на нашем районе очень тупой случай, потому что мы покушали в кафешке, ехали домой, и просто стояли, и какой-то чувак начал на нас давать назад. Я не знаю, это тоже уже не описать словами, но, в общем, врезался в нашу морду, после чего мы, в общем-то, вышли из машины такие, типа кукусики. Вот, наверное, самое неприятное, когда даже не ты виноват в аварии, а просто кто-то в тебя врезается. Ну и, короче говоря, мы начали вызывать всяких ГАИ туда-сюда, никто не приехал, и нам сказали, типа, едьте сами, разбирайтесь. Мы туда приехали, и просидели там часов шесть, наверное, пока оформляли вот это все дело, виновники-невиновники, страховки-нестраховки, на самом деле это просто жесть. Варии это не так страшно, я имею в виду, конечно, не такие ужасные там, да, ситуации, когда вообще кошмар, а какие-то такие вот мелкие, просто в пробке. Слышишь, это не так страшно, потому что, ну, просто, типа, столкновение, и все. Неприятно, испугнился на момент, но потом ты понимаешь то, что это железо, это все фигня, и самое главное, что все живы и здоровы. Починить можно все, но я рекомендую просто вам быть внимательнее за рулем, потому что есть у меня знакомые, есть друзья, которые из-за своей невнимательности постоянно, просто постоянно попадают в какие-то мелкие аварии, которых можно было избежать абсолютно легко. И на самом деле почему очень важно знать правила не просто потому, что ой, ну, надо знать, что нельзя там на кирпич ехать, под кирпич. Не только для этого, а просто еще для того, чтобы понимать. Там, например, у вас главная дорога, вы можете ехать, значит, чуваки там слева на перекрестке должны вас пропустить. Но я все равно даже, когда знаю, что у меня главная дорога, я очень аккуратно еду, потому что я знаю, что дебилов очень много на дороге, реально. И самое страшное, это просто они. Потому что даже если ты знаешь правила, все делаешь по правилам, может вылезти какой-то чувак, которому абсолютно плевать на правила, который просто не показывает никогда никакие поворотники. Вот больше всего я ненавижу людей, которые не показывают, куда они собираются ехать, направо, налево. А я должна угадать. Просто бывает такое, что мы быстро едем, потом чувак резко тормозит, и такой, я направо поеду. А я должна, получается, перед ним резко затормозить, чтобы просто не врезаться в его жопу. Поэтому ситуаций много бывает неприятных. Именно поэтому обязательно учите правила и следите вообще за дорогой, всегда показывайте поворотники, потому что поворотники придуманы не для вас, а для людей, которые вас окружают. И чтобы избежать каких-то неприятных ситуаций, чтобы в вас кто-то не врезался, вы там куда-то не врезались, обязательно нужно делать все по правилам. А не потому, что вас кто-то там остановит и какой-то штраф вам выпишет. Это все мелочи. Самое главное, это просто следить за дорогой и быть внимательным. Также кто-то мне задавал вопрос, была ли такая ситуация, что я чуть не сбила собаку или кошку на дороге. На самом деле такое было и не один раз. Не то, чтобы я там чуть не сбила, вот прям секунды и все, но было такое, что мне приходилось очень резко тормозить из-за животных, которые выбегали на дорогу. Это тоже очень страшно. И вот как раз-таки к вопросу, как я справляюсь со стрессовыми ситуациями, потому что такой вопрос тоже мне задавали. Да никак. Просто происходит какая-то фигня, резко затормозил, да, испугался, но потом медленно, тихонько едешь и как бы успокаиваешься со временем, потому что понимаешь, что все хорошо, все успокойся. Поэтому да, всегда нужно аккуратно, медленно, я считаю, ездить. Я не гонщик, хотя я могу и быстро поездить, когда я куда-то тороплюсь, либо у меня какое-то плохое настроение, я могу вот так вот вообще ехать, ну, из-за состояния. Но это не значит, что я не соблюдаю правила, не смотрю по сторонам. Всегда обязательно смотрите все, что происходит вокруг вашей машины, не только вперед, потому что есть такие тоже люди, которые смотрят только вперед. Нужно смотреть так же. Назад, направо, налево, везде. Вы должны видеть свою машину просто 360 и видеть то, что происходит вокруг вас. Потому что, как я и говорю, у меня бывают такие случаи, что я просто стою, какой-то мужик или баба тупая, я не знаю, мужики тоже тупые, за рулем некоторые бывают, просто начинают меня максимально жестко подрезать, и я такая думаю, блин, а что мне делать? И я понимаю, что если я продолжу вот тут стоять, он просто поцарапает мою машину. И я стараюсь куда-то вывернуть, уехать от него, подать, потому что реально очень страшно и пугают именно вот такие люди, которым абсолютно посрать направило. Что по поводу мотоциклистов? Я тоже всегда боюсь, что они в меня врежутся, либо поцарапают мне машину, вот это вот, когда они тут вот прям просто мили какие-то сантиметры проезжают, поэтому их тоже сторонитесь, кто их знает, что у них в голове вообще, они такие гонщики, и для мотоциклистов тех же самых тоже обязательно показывайте поворотниками, куда вы едете, куда вы перестраиваетесь, потому что много есть случаев, ситуации, когда машина не показала поворотник, начала поворачивать, и мотоциклист просто врезается в нее пипец как сильно. К вопросу о том, что правила нужны, правила важны, их нужно учить, и сдавать их нужно не просто так, чтобы получить заветные права, а просто для того, чтобы потом в жизни, в городе, когда вы ездите, не попадать в ужасные, страшные ситуации, вот, ну и также хотела немножко дополнить, перед тем, как мы пойдем мыть машину, потому что она очень грязная сейчас, я стараюсь мыть машину, как только она становится грязной, про мою машину внутри, снаружи, все такое, я вам тоже расскажу в этом видео, я просто хотела начать немножко с разговоров, и еще был такой популярный вопрос, через какое время я уже чувствовала себя легко, свободно за рулем, наверное, через год мне уже было реально легко, я чувствовала машину, я спокойно уже практически с закрытыми глазами въезжаю в свой двор, то есть не боюсь, что я там задену чьи-то зеркала, вот, например, на наших глазах разворачивается аварий, вот-вот, о чем я и говорю, я все-таки считаю, что я хорошо чувствую машину, и, возможно, громко сказано, но как будто бы мне дано, также есть много случаев аварий, когда человек стоит, например, на светофоре, либо просто в пробке в какой-то, сидит в телефоне, например, видит машины поехали, он отпускает ногу с тормоза, едет, и смотрит при этом в телефон, потом уже получается, там резко кто-то затормозил, и он врезается в жопу этому человеку, и понимает, что как бы зря смотрел в телефон, у меня тоже были такие ситуации, когда я могла кому-то в жопу въехать, это было крайне редко, у меня очень хорошая реакция, но были такие случаи реально, что из-за телефона я могла не то что врезаться, но поцеловаться, именно поэтому у меня есть своя такая тактика, я действительно могу ехать в машине, и иногда сидеть в телефоне, это действительно так, я это не скрываю, но я вам хочу так сказать, первые года полтора я вообще в руки не брала ни телефон, никакую еду я не ела за рулем, потому что нужен опыт, нужно привыкнуть к дороге, и только потом уже я стала позволять себе, иногда там на светофоре посидеть в телефоне, посмотреть, что пишут, и все такое, и пока у меня нога на тормозе, я могу сидеть в телефоне, хоть сколько угодно, делать что угодно, как только я убираю ногу с тормоза, я откладываю все телефоны, точнее сначала я все откладываю, а потом я уже убираю ногу с тормоза, вот мы приехали мыть машину, мыть машину дело максимально ленивое, поэтому если у вас есть какой-то торговый центр, где тоже есть мойка, то советую вам именно так мыть машину, потому что пока моют вашу тачку, вы можете погулять, ходить за продуктами, сходить в кино, и таким образом процесс мойки становится не таким дурацким, так что сейчас помоемся, и я вам покажу какая машина, я бы хотела немножко рассказать о том, как я сдавала на права, а точнее с какого раза я сдала на права, потому что мне так часто пишут, ты с первого раза сдала на права, и какие у меня права, механика или автомат, прежде чем идти сдавать на права, понятное дело надо было подумать, хочу я сдавать на механику, на автомат, я с самого начала знала, что нафиг мне эта механика не нужна, для меня это не является каким-то, о, кайф, у меня механика, вы в курсе, что у меня механика, я сдала на механику, вообще пофиг, кому сейчас нужна механика, Я точно знаю, что никогда не сяду в машину с механической коробкой передач Оно мне нафиг не надо, поэтому я сразу знала, что я буду сдавать на автомат Сдавать площадку на механике было бы сложнее, чем на автомате Особенно выполнять то упражнение, скажем так, где вам нужно заехать на горку, остановиться, нажать на тормоз А потом резко перекинуть ногу на газ, чтобы ваша машина не поехала вниз Потому что на автомате с этим нет проблем, как с механикой Я на самом деле всегда еще именно поэтому держу нормальное такое расстояние между моей машиной и машиной, которая впереди Потому что, кто его знает, тем более если мы стоим на горке У меня много раз такое было, что впереди меня машина стоит и когда надо ехать на горке, она скатывается назад на меня И я начинаю ему сигналить, чтобы он уже додумался нажать на газ Так вот, вернемся к тому, сколько же раз я сдавала на права Три раза, точнее с третьей попытки я сдала на права Первый раз, когда я пришла, мне нужно было сдать теорию, я ее не сдала Например, даже долго ездишь на дороге, то есть ты все равно в любом случае зубришь какие-то правила и все такое Но помимо того, чтобы их зубрить, это нужно пробовать на практике Поэтому, когда ты сдаешь теорию, ты думаешь только о том, ой, как бы не забыть вот то, что вот здесь там вот так, а тут вот так Но когда ты в жизни уже все это применяешь, ты понимаешь то, что, а, ну вот здесь вот так, поэтому я должна поехать вот так, например Или пропустить, или сюда я не могу ехать То есть сдавать теорию мне было тяжело только в том плане, что я это еще не успела применить в реальной жизни И это было больше, как, знаете, сдавать какой-то экзамен в школе, где надо было по памяти что-то пересказать Я его не сдала с первого раза Потом, я не помню через сколько дней, я пришла пересдавать, получается, этот экзамен Я его сдала, я должна была уже после теории этой пойти сдавать площадку и город Но так вышло, что там в тот момент, в тот день не было машины с коробкой передач автомат Поэтому мне пришлось приходить еще через другой день То есть, получается, в принципе, можно сказать, что я сдала на права с второго раза То есть, я один раз только завалила теорию Следующий раз, через несколько дней, также, не помню, то ли даже через неделю, я пришла уже сдавать площадку и город И я безумно волновалась, конечно же То есть, это абсолютно нормально На любом экзамене ты так или иначе будешь волноваться, даже если ты все знаешь на отлично Мне кажется, это нормально Просто волнение, потому что такая стрессовая ситуация Сейчас решается твоя судьба, получишь ты права или нет А насколько я знаю, если сколько-то раз вы что-то там не сдаете То вам заново надо проходить автошколу и все такое Я считаю это жесть, и, конечно, мне этого всего не хотелось Я думаю, как так? Я же вообще рождена, чтобы водить Слава богу, площадку я сдала абсолютно спокойно У меня не было никаких проблем на площадке С параллельной парковкой, с парковкой вот типа назад Ну вот это вот, я уж, честно говоря, даже не помню А, ну и самое легкое, это змейкой вот этой проехать Это вообще самое, мне кажется, элементарное, что может быть Вот, но, по крайней мере, я вам так могу сказать Все-таки занятия с инструктором меня многому научили То есть ту какую-то базу, которую я должна была получить Я ее получила То есть, да, я умею нажимать на газ, на тормоз, крутить руль Знаю, где поворотники, все такое Но какие-то вещи, на что мне нужно ориентироваться при парковке, например Я не знала, поэтому я считаю, что с инструктором обязательно нужно заниматься Не с мамой, не с папой, не с дедушкой, не с бабушкой Инструктор, человек, который на этом специализируется С парковкой у меня никогда не было проблем Именно потому, что я всегда знала, на что ориентироваться Даже без моих навороченных камер Потому что инструктор в мое время, когда я к нему ходила заниматься Мне все показал, рассказал, и я это впитала И поэтому все круто Если вы думаете, что если вы позанимаетесь с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой Не важно, они вас как бы научат, это классно Я все равно рекомендую позаниматься хотя бы два раза с инструктором Один раз в городе, один раз на площадке Лишним точно не будет Но инструктор действительно объяснит вам какие-то детали Которые вам будет легко применить, запомнить И не надо будет думать, ой, а куда, чего, ой, а тут что То есть это сразу у вас будет в голове Потому что вы будете понимать Он вам покажет какие-то приемчики классные Поэтому обязательно Я не помню, сколько стоил инструктор у меня Но что-то, наверное, в районе 1000-1200 Может даже меньше Вот честно, не помню, это было давно Когда вы стоите на парковке, например, и собираетесь выезжать Допустим, если вы стоите на проезжей части Вам нужно показать то, что вы собираетесь двигаться Выезжать Показываем это обязательно поворотникам Прежде чем куда-либо поехать и тронуться Чтобы машины, которые ехали прямо Вот покажи вот эту машину, например Вот видите, стоит машина А я еду, получается, слева от нее И еще одна такая же Вот прежде чем тронуться с этого места, вы должны показать поворотникам, что вы едете А еще я помню, больше всего я боялась кругового движения Мне казалось, это самое страшное, что вообще может быть Но на самом деле это абсолютно все легко И я думаю, что это абсолютно все легко просто с опытом Поэтому не переживайте В начале всегда страшно Всем страшно, потому что ты привыкаешь к дороге И что самое страшное в начале Когда вы только начинаете водить Вот лично для меня было Я не могла привыкнуть концентрироваться на всем И на дороге, и на линиях, там, да, вот разметках И на светофорах, и на знаках И еще машины И надо по сторонам смотреть Очень тяжело вот все в одну кучу собрать Когда ты только начинаешь ездить И, конечно же, еще такие моменты В начале тяжело следить за знаками, как я и сказала Это обязательно нужно делать И все это с опытом приходит Но в начале это реально сложно И именно поэтому у меня были такие ситуации Что я, например, там быстро еду А потом я понимаю, что у меня просто за секунды сейчас будет лежачий полицейский И вот это вот резко тормозить тоже отстой Поэтому сейчас я уже привыкла Я спокойно себя чувствую за рулем Я просто смотрю прямо И мои глаза уже сами видят и разметки, и машины И я вижу, что происходит сзади То есть я могу смотреть в одну точку Но мои глаза и мой опыт, который у меня сейчас есть Он мне позволяет вообще не париться за рулем, на дороге Потому что я все это, ну, вижу Вижу, понимаете? У меня открылось третье зрение Третий глаз у меня появился И это все, конечно, приходит только с опытом Поэтому можете не расстраиваться Если что-то у вас там в начале сложно, страшно И не надо бояться на самом деле Нужно просто ехать и все Главное быть аккуратным Вопрос задают Когда по городу училась ездить, то не было опасных ситуаций Никто не подрезал Никто не подрезал, потому что машина, на которой я, получается, училась Наверху стояла буковка У Ученик Поэтому все меня объезжали стороной Я ехала максимально медленно Даже там, где можно было ехать быстрее Инструктор говорил Не-не-не, не гони, не гони Нифига покачка пошла Короче, ситуации много разных Да, в начале реально стремно То есть даже сейчас бывают такие моменты Что я резко затормозила из-за какого-то чувака, например Который передо мной резко затормозил Вот самое опасное Это люди вокруг вас Я вам клянусь Самое страшное для меня, спасибо Это чихать за рулем Каждый раз, когда я знаю, что сейчас я чихну Я держу ногу на тормозе Потому что мне всегда страшно, что за эту миллисекунду Что-то произойдет И я должна резко успеть Нажать на тормоз Если вдруг что Сейчас я сняла машину Как она выглядит со всех сторон Внутри Все такое Поэтому посмотрите И также послушайте информацию про мою машину Сколько она стоит Про двигатели Все-таки я, честно говоря, об этом не особо сильна Но для людей, которые в этом разбираются Любители машин Я думаю, им это будет интересно послушать Поэтому смотрите Я думаю, что наверняка вас всех интересует вопрос Сколько же стоит моя машина Нафиг нам все эти двигатели Шок-контент, понимаю Но 3 миллиона 261 тысяча Эту машину мне подарил мой любимый дедушка За что я ему безумно благодарна Я безумно счастлива Быть обладателем такой прекрасной машины Как Lexus NX300H В моей машине установлен мотор в 2,5 литра Один из самых классных плюсов моей машины в том, что это гибрид И расход топлива достаточно маленький Что позволяет мне не так часто заправлять машину Не так много тратить денег на бензин Что еще мне нравится в моей машине То, что она такая супер навороченная, классная Вообще я обожаю Lexus Дело в том, что на моих ключах висит специальная метка Без которой я не могу открыть машину Закрыть машину Без которой никто не сможет угнать мою машину К сожалению, наверное, для угонщиков Поэтому сейчас моя машина находится в открытом состоянии Я это обычно понимаю, запоминаю Ну, понятно, потому как я закрыла-открыла Но и также по зеркалам, которые не свернули Чтобы закрыть машину, я просто делаю так Видите, здесь вот такая штучка Я думаю, что это какой-то сенсор, который считывает Я безумно люблю свою машину за то, что мне не нужно делать какие-то лишние движения во всем Что касательно парковки У меня сразу есть камера, которая все показывает сверху Также это относится к тому, что мне не надо доставать ключи из сумки И они у меня всегда в сумке находятся Я их даже не вижу обычно, реально Открыть машину, закрыть машину, открыть багажник Мне это все не нужно делать, потому что машина чувствует меня Она считывает все по метке, которая находится где-то у меня в кармашке И я просто подхожу к машине, дергаю И она открывается Вот так просто Также мне задают вопрос, дорого ли обходится обслуживание машины Полный бак бензин заправить Дорого Но могу сказать, что моя машина экономичная достаточно, потому что она гибрид Короче, на бензин получается полный бак Мне нужно потратить где-то две тысячи Ну, около двух тысяч Но на самом деле, могу сказать, это, конечно, дорого, да, безусловно Но благодаря тому, что моя машина гибрид Мне не приходится так часто заправляться И у меня не так сильно машина жрет бензин Если у вас маленький стаж вождения, либо его вообще нет Вам обязательно нужно делать каску То есть, я не уверена, но мне кажется, что вам даже нельзя не сделать каску, да? То есть, это обязательно нужно делать Конечно Да, поэтому, если у вас маленький стаж, вам в любом случае надо будет Либо каска, либо осаго Вам, да, в любом случае придется заплатить немаленькие деньги за каску или осаго Конечно, цена страховки зависит от того, сколько стоит ваша машина Поэтому, то есть, если она у вас не очень дорогая То есть, соответственно, страховка будет тоже не очень дорогая Также очень важный момент, который я бы хотела вам порекомендовать Если вы любите свою машину и хотите, чтобы она вам долго прослужила То обязательно всегда делайте вовремя техническое обслуживание И сейчас давайте посмотрим заодно, сколько уже километров я проехала ТО нужно делать, ну, грубо говоря, каждый год, каждые 10 тысяч километров Вот у меня уже 40, так что недавно у меня было ТО Боюсь, что я что-то забыла, но мне кажется, что я рассказала все, что хотела Надеюсь, что мое видео вам помогло, было интересным Если так, то обязательно поставьте пальцы вверх Подпишитесь на мой канал и обязательно нажмите на колокольчик, потому что у меня часто выходит видео И вам будут приходить уведомления, что вышло видео, и вы скайпом будете их смотреть Когда вам нечего делать, либо собираетесь куда-то, либо кушаете, не суть В общем, если я вдруг что-то не рассказала, забыла рассказать, вы обязательно напишите об этом в комментариях Задавайте какие-то вопросы, я либо на них отвечу в комментариях, либо в каком-то другом видео, там, во влоге, например, неделе влогов, да, расскажу Если что, извиняйте, если вдруг видео получилось не очень Люблю, целую, обнимаю, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, кстати Ну, в общем, это все, пока!